МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает радио «Свободы» Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прошлый год мы заканчивали передачей о направлении туда. Почему они уезжали? Всё было с этим более-менее понятно, почему они уезжали. Сегодня мы говорим о том, почему они возвращались. То есть направление вперёд, в Новый год, можно сказать. Хотя оптимистического нас ждёт мало. Мы начинаем с маленького фрагмента из проекта афиши «Другие берега», в котором очень любопытны цифры. Отдельная страница в истории реэмиграции – это возвращение творческой элиты. В том числе Алексея Толстого, Александра Куприна, Александра Вертинского, Марины Цветаевой и других. Только за 1921 год в Советскую Россию вернулось более 120 тысяч человек. За последующие 10 лет – ещё 180 тысяч. Но из более чем 200 мыслителей, покинувших Россию на так называемом «философском пароходе», вернулось лишь четверо. Это религиозный философ и историк Лев Корсавин, издатель-публицист и экономист Далмат Лутохин, агроном Александр Угримов и опосредованно экономист Алексей Пешехонов. И вот снова с нами на связи уже в Новом году Иван Толстой. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, наши зрители и слушатели. Спасибо. И вас только. Спасибо. И всех, да. Всех, кто нас слышит. И правда ли, что последней каплей в принятии решения вернуться вашего дедушки стал тот исторический ли факт, спрашиваю вас, что ваш папа Никита в тот момент четырёхлетний спросил у дедушки, папа, то есть тогда он был папой, папа, что такое сугоб с таким французским прононсом, и папа упал и решил, что пора, пора возвращаться. Правда ли это или это легенда семейная? Это, конечно, семейная легенда. Такой вопрос, конечно же, мог задать мой четырёхлетний отец. Но дело не в этом. Дело в том, что решение вернуться у Алексея Толстого было внутренним. Оно, это внутреннее решение, совпало с внешним политическим решением советских властей возвращать писателя в свою страну. Вот я ограничусь пока такой короткой формулой. То есть это было совпадение, которое было интересно и выгодно обеим сторонам. И Алексею Толстому, и властям. Спасибо, Иван. И с нами на связи историк Николай Митрохин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы увидели сейчас на экране эти цифры вернувшихся. Ну, это огромные цифры. 160, 180 тысяч. Огромные цифры тех, кто сначала уехал, испугавшись советской власти, а потом решил, что с ними всё будет в порядке. А ведь они уже знали, что не всё в порядке. Как мы можем это расценивать? Не со всеми всё в порядке. Что статистически тех, с кем случилось страшное, было реально настолько меньше, что остальные, кто надеялись, что страшного не случится, вот продолжали ехать и ехать. Как расценивать эти цифры? Большие. Ну, я, во-первых, тоже присоединяюсь к клубу тех, чьи прадеды вернулись на родину. То есть мой прадед тоже вернулся из эмиграции в Москву. И хотя он не воссоединился с семьей, моя бабушка уже была рождена, и семья не восстановилась. Но о его судьбе я знаю. И последующие 15 лет жизни в Советском Союзе он был жив, как минимум. И даже мог жить в Москве. Я могу сказать так, что для огромного количества людей эмиграция – это большое, тяжелое испытание, так сказать, которого они не хотели бы. Особенно людей, которые в России не знали, в общем-то, иностранные языки. А предреволюционная критика много писала о том, что для русских знание иностранных языков на самом деле не самое... Ну, знание иностранных языков – большое испытание, и часто они ими не владели. Это огромное число людей, эмигрировавших. Это были люди из русской провинции, особенно из казачьих регионов, которые никогда в жизни не бывали за границей, и, как говорилось, не знали другого языка и могли рассчитывать только на низкоквалифицированную работу. Более того, поскольку эмиграция была массовой, и тогда уже, хотя существовали международную структуру по поддержке таких временно перемещенных лиц, все равно они не были особо развернуты, зачастую были готовы отдать только кусок хлеба и воды. Так что для многих возвращение назад было возвращение к норме, к ожидаемой. То есть они предполагали, исходя из опыта и других стран, что после гражданской войны приходит мир рано или поздно, и победители не способны уничтожить всех политических оппонентов. Такого в предыдущей истории западной, во всяком случае, цивилизации уже давно не было. Поэтому это мы сейчас, из сегодняшней точки зрения, можем оценивать, зная о сталинских репрессиях, зная о уничтожении огромного количества людей, побывавших за границей в конце 30-х годов. Мы можем уверенно предсказывать, что это была ошибка или что это было неправильно. Но для них так ситуация не выглядела. И, собственно, значительная часть этих людей сумела как-то адаптироваться к советским реалиям, скрывать эти реалии, либо пытаться как-то раствориться в советском обществе. Другой вопрос, что действительно Сталин оказался очень мстительным человеком, и, собственно, кампания большого террора, да и предыдущие кампании были в значительной степени против них направлены. Но, соответственно, в 20-е годы люди это ещё не знали, не понимали и не могли рассчитать. Спасибо вам, Николай. И с нами на связи Юлия Демиденко, тоже историк. Юлия, здравствуйте. И вас я также хотела бы спросить о том, почему такое количество, большое количество людей принимало решение вернуться. Примерно знаю, но, конечно, не было тогда ни интернета, не таких уж подробных сводок в газетах, сколько из них пропало без вести или было расстреляно и так далее. Но они принимали решение вернуться, зная, что тревожно. Но всё-таки, вот как сказал Николай, по принципу, скорее, всех не перевешивают. Согласны ли вы с этим, что я немножко, я сыграю в русскую рулетку, вот в эту «я поеду», меня, может быть, да, может быть, нет, но скорее нет, потому что нас слишком много вот таких. Как бы вы оценили эту мотивацию людей, которые едут туда, где опасно? Здравствуйте. Ну, надо, наверное, начать с того, что было несколько волн репатриаций, и каждый раз мотивы всё-таки немножечко различались. Да, те люди, которые возвращались в 20-е годы, среди них было очень много тех, кто как бы не уезжал сознательно, а вот воля кудьбы оказался за границей, и они стремились, многие из них, стремились воссоединиться с семьёй, в первую очередь. Вот. В 30-е годы была, конечно, другая немножко ситуация, связанная с государственной политикой, с работой спецслужб во многом, и это довольно серьёзно было. И совершенно иная ситуация была, например, это то, что касается послевоенных репатриаций, когда просто это была большая государственная политика с одной стороны, а с другой стороны невероятная популярность левой идеи в Европе, невероятная популярность даже лично Сталина, когда казалось людям, что они возвращаются в другую страну, что всё-таки это не те советы, которые были до войны. И вроде бы их очень многое в этом убеждало, и изменившаяся политика в отношении церкви, и, кстати, об этом очень многие вспоминали потом, и даже возвращение погон в советскую армию, да, и, кстати, вот такая имперская тоже линия в это время прослеживается, многие говорили о том, что вот какой-нибудь старый дореволюционный генерал с восхищением рассматривали советскую форму, и вроде так всё для него хорошо, погоны на месте, империя восстанавливается, Прибалтика опять наша, да, вот Крым наш. Вот, и вот эти все вещи, они играли тоже свою роль, плюс огромная совершенно пропаганда, и во многом ещё и политика властей, бывших стран-союзников. Там очень-очень разная была мотивация. Спасибо, Юлия. Мы попросили нашего корреспондента, Леонида Аверина, сделать сюжет о судьбах тех, кто вернулся, вот на его усмотрение, что он считает важным, интересным для себя наш корреспондент. Давайте посмотрим. Уже в первые годы советской власти правительство пробовало вернуть эмигрантов. В ноябре 1921 года вышел декрет об амнистии рядовых солдат, воевавших за белых в гражданской войне. Большевики обещали простить тех, кто уехал в Польшу, Румынию, Эстонию, Литву и Латвию. Разрешали вернуться и доказавшим свою лояльность офицерам, но каждый такой случай рассматривался отдельно советскими палпредствами. Через три года амнистию расширили и на эмигрантов, осевших в Китае и Монголии. Советские агенты доставляли за рубеж агитационную литературу, публиковали письма вернувшихся эмигрантов с рассказами о том, как хорошо им живется в СССР. В центрах проживания белых эмигрантов стали появляться Союзы Возвращения на Родину, которые распространяли листовки, печатали собственные газеты, организовывали собрания и показывали фильмы. В 30-х годах в Париже активистом Союза Возвращения на Родину станет Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой. Поэтесса в 1932 году жаловалась в одном из писем на одержимость мужа возвращением. Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет. Эфрон стал сотрудником иностранного отдела УГПУ и лично завербовал 24 человека из парижских эмигрантов. В октябре 1937 года бывший офицер Белой армии приехал из Франции в Ленинград. Через два года Цветаева вместе с сыном последовала за ним. Семье предоставили дачу НКВД в Подмосковье, но вскоре после возвращения Цветаевой арестовали их дочь Ариадну. В октябре 1939 года пришли и за самим Эфроном. Во время следствия его так пытали, что он попал в психиатрическое отделение Бутырской тюрьмы. Цветаева пыталась вымолить своему мужу прощение и писала письма Берии, но тщетно. В 1941 году Эфрона приговорили к высшей мере и расстреляли на спецобъекте НКВД коммунарка. Марина Цветаева повесилась в том же году. Их дочь Ариадна провела в советских лагерях восемь лет и еще шесть лет в ссылке в Туруханском районе на Крайнем Севере. Ее реабилитировали только в 1955 году, а Сергея Эфрона в 1956-м. Посмертно. Большевики активно сотрудничали со сменой веховцами, эмигрантским течением, идеологи которого призывали к примирению с Советской Россией. Один из идеологов движения Николай Устрялов оптимистично писал. Ведь ясно, как божий день, что Россия возрождается. Ясно, что худшие дни миновали, что революция из силы разложения и распада стихийно превращается в творческую, изеждительную национальную силу. В 1925-м году бывший кадет и начальник пресс-бюро правительства Колчака Устрялов посетил Советский Союз, где провел полтора месяца. В 1926-м году в Харбине его приняли на работу советником в совместное советско-китайское предприятие КВЖД Китайско-Восточную железную дорогу. После продажи КВЖД Японии в 1935-м году Устрялов вернулся в СССР. Был профессором в крупнейших московских вузах. В июне 1937-го года его арестовали по обвинению в шпионаже и в сентябре расстреляли. Трагичная судьба ждала многих русских сотрудников КВЖД. Их массово эвакуировали в СССР после продажи железной дороги Японии. Даже ввели упрощенный порядок получения гражданства. Поначалу русских харбинцев охотно брали на работу на железнодорожном транспорте, на оборонных предприятиях и в химической промышленности. Но в 1937-м году НКВД объявило бывших сотрудников КВЖД японскими шпионами. Органами НКВД учтено до 25 тысяч человек так называемых харбинцев. Бывшие служащие китайско-восточной железной дороги и реэмигранты из Маньчжоу-Го, осевшие на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности. Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов. Бывшим единомышленником Устрялова по смене вех тоже было не суждено пережить большой террор. Юрист и дипломат Юрий Ключников во время гражданской войны возглавлял Министерство иностранных дел в правительстве Колчака, но в 1919 году эмигрировал в Германию. В 1923 году он вернулся в СССР и сделал прекрасную карьеру. Был профессором МГУ, работал консультантом в Наркомате иностранных дел, издавал книги. В ноябре 1937 года Ключникова обвинили в участии в шпиона террористической организации и через два месяца расстреляли. Журналист Сергей Лукьянов уехал во Францию в 1920 году. Через восемь лет его депортировали в СССР за связь с советской разведкой. Там он семь лет руководил журналом Le Journal de Moscou. В 1935 году его арестовали за участие в контрреволюционной группе и приговорили к пяти годам. Уже когда Лукьянов отбывал срок, его приговорили к расстрелу за контрреволюционную агитацию и прославление фашистского режима. Еще один сменовеховец, потомок декабриста Александр Бобрищев-Пушкин вернулся в советскую Россию в 1923 году и 10 лет работал адвокатом. В 1933 году арестовали и вскоре расстреляли его сына. Еще через два года арестовали и его самого. После двух лет в соловецком лагере Бобрищева-Пушкина расстреляли в Сандармохе. Писатель и друг Михаила Булгакова Юрий Потехин вернулся в СССР в 1923 году и возглавил один из отделов Высшего Совета Народного Хозяйства. В ноябре 1937 года его арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации и через 10 дней расстреляли. Из шестерых главных сменовеховцев уцелел только один биолог Сергей Чехотин. Да и то только потому, что вернулся в СССР в 1958 году уже при Хрущеве. После Второй мировой войны часть иммигрантов была настроена на сближение с советской властью. Но многие помнили о судьбе репатриантов из первой волны и не спешили в Советский Союз. И если с 1921 по 1930 год на родину вернулись около 180 тысяч эмигрантов, то послевоенная волна репатриации не была столь массовой. За 4 года всего несколько тысяч белых эмигрантов и их детей вернулись в Советский Союз. Среди них был Игорь Кривошейн, бывший штабскапитан императорской армии, боец сопротивления и антифашист. Из немецкого концлагеря Дахау, он вернулся во Францию убежденным советским патриотом, принял там же во Франции советское гражданство и занялся активной общественной деятельностью. За нее-то его и выслали в 1947 году на родину. Кривошейн Кривошейн недолго проработал инженером на заводе в Ульяновске, а в 1949 году его арестовали за сотрудничество с мировой буржуазией. Ему дали 10 лет. Сначала он сидел в Марфинской шарашке вместе с Солженицыным, в 1953 Кривошейна перевели в Тайшет в Озерлаг. Еще через год во внутреннюю тюрьму МГБ на Лубянке. В 1954 году Кривошейна освободили. В 1974 году Кривошейн снова эмигрирует во Францию. Теперь насовсем. Там он умрет в возрасте 88 лет. Ничего веселого. Иван, ну, вот видите, так, слово возвращение на родину как бы звучит оптимистично, но заканчивать это не всегда хорошо. Один из экспертов, который говорил о биографии вашего деда, сказал следующую фразу. Его нельзя осуждать за то, что он написал, сделал, вернувшись, потому что ему нужно было выживать. Вот вопрос вам. Понимал ли он, что выживание не гарантировано даже тем, что он делает, то, за что его нельзя осуждать, потому что он должен выживать? Это он хорошо понимал? Я сейчас отвечу, постараюсь ответить на ваш вопрос, только если позволите маленькую реплику по поводу цифр. Цифры ужасно лукавы. Особенно цифры, объединяющие какие-то большие, так сказать, статистики и большие процессы. Вот называется цифра 120, там тысяч к 21-му году уже 180 тысяч за 20-е годы. Вот они меня удивили, да. Даже в пределах вот нашей сегодняшней программы эти цифры немножечко плавают. Давайте не забывать, что большая часть людей, вернувшихся к 30-му году, это были солдаты. Это были не интеллектуалы, не представители культурные элиты, которые могли рассудить, философски решить эту проблему, у которых были какие-то далеко идущие планы там на родине и так далее. Это были люди, которые попали в переплет, что называется, в эпоху лихолетия, революции и гражданской войны. Вот отсюда эти невероятные цифры, потому что мы видим, что число людей, которых можно назвать поименно, оно ничтожно. Это десятки людей, ну, может быть, сотни. Это даже не тысячи. Я не знаю, чем занимался прадедушка, участника сегодняшнего разговора Николая Митрохина, может быть, он расскажет сам, но, тем не менее, большая часть людей это солдаты и младшее офицерство. Они попали случайно за границу, они были унесены, я не знаю, войсками Врангеля или отступлением чего-то, а некоторые находились в Европе еще задолго до революции, скажем, русский экспедиционный корпус, который в 16-м году оказался во Франции и там воевал на стороне союзников, на стороне Антанты и так далее. Перехожу к ответу на ваш вопрос. Нет, Алексей Толстой не мог представить себе абсолютно, что ждет его в будущем. Если бы мог, конечно же, сделал бы все, чтобы не вернуться. Но дело в том, что в 23-м году, когда он получил разрешение приехать с рекогносцировкой в Советскую Россию, уже в Советский Союз, простите, потому что 23-й год, конечно же. Так вот, в 23-м году, весной, он приехал на полтора-два месяца и получил личные гарантии от Льва Давидовича Троцкого. Можете себе представить, где был через несколько лет этот самый его гарант. Ничего нельзя было предсказать. Он был уверен, что, оставаясь лояльным, пребывая лояльным к советской власти, он выдержит, он сможет справиться с этой ситуацией, он будет писать и то, что он сам хочет, и то, что, может быть, потрафит властям, но в любом случае он считал себя человеком достаточно хитрым, достаточно ловким и умеющим, хорошо подвешенным языком. А хорошо подвешенный язык, как известно, спасает человека в очень многих ситуациях. Вот такая была его изначальная мотивация, когда он принимал это решение. Нет, безусловно, он не представлял себе, что будет. Сразу скажу, на 9 лет он попал в отказ. С 1923 по 1932 год он был невыездным. Только после того, как он абсолютно продал душу дьяволу, не все еще немножко в загашнике оставалось, но большую часть. Вот тогда его отпустили в 1932 году. Куда? К Максиму Горькому. Ну и потом немножечко погулять по Европе. То есть ему нужно было сперва полностью распластаться под этим асфальтовым катком и заверить советские власти, что уж он персонально порвался иммиграцией. И теперь ему там не остаться и делать больше в Европе нечего. Вот тогда вы... Да, то есть если бы он знал заранее, вот задним числом, заранее знал, что ему придется сделать, чтобы выжить, он бы не двинулся с места. То есть заранее знал, как ему... Ну, в общем, конечно, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. В Сочи. В данном случае в Париже. Да, жил бы в Париже. Конечно, ни политическую судьбу страны, ни приход Сталина к власти никто не мог гарантировать. Троцкий. Троцкий его был гарантом. Спасибо, Иван. И Николай. Ну, конечно, тоже, получается, ваши личные истории. Что, на ваш взгляд, могло гарантировать выживание человеку, который вернулся? Что именно в вашей ситуации, в вашей семье? Ну, в нашей ситуации там прадед был действительно младшим офицером, так сказать, он учился до 15-го года в Москве в институте, так сказать, и он был одним из многих студентов, которого взяли в армию, там, дали младшие офицерские чечины, дальше он воевал сначала с Германией, а потом с большевиками. Ну, и, соответственно, что он мог наблюдать в Советском Союзе? Что значительное количество, вопреки там всей риторике насчет классовой битвы, да, значительное количество офицеров и вообще людей вот как бы его круга, его социального положения спокойно пристроились в Советском Союзе, да, так сказать, армия в значительной степени состояла из офицеров императорской армии, это самое, начался НЭП, да, в Советском Союзе, то есть вернулась нормальная экономика, исчез голод, вот, то есть жизнь восстанавливалась, да, с новым правительством, но, в принципе, более-менее в старых формах, вот, террор тоже упал резко, там, красный террор был заменен на точечные, ну, относительно точечные репрессии против конкретных политических партий, там, например, СРов, он не был, соответственно, политически активным человеком, он вернулся и там дальше как-то пытался устроиться, вот, я, насколько я знаю, так сказать, я довольно много занимался еще миграцией в Китай, так сказать, были просто толпы, толпы людей, и не только там, солдат или младших офицеров, но просто гражданских лиц, которых занесло на территорию того же Китая, просто потому, что красные партизанские отряды на Дальнем Востоке и в Сибири активно уничтожали всех людей, ну, условно говоря, в очках, с более-менее каким-то имуществом, которые поглядели на стабилизацию, деньги у них, собственно, и заканчивались, так сказать, перспективы в Китае были, ну, такие, довольно условные, там можно было встроиться в огромные русские колонии, которые там делали, но все равно это не настолько, как бы, нормальная, упорядоченная жизнь, так сказать, тоже всегда висящая под вопросом, и многие, так сказать, предпочитались вернуться в свои села, деревни, города, как бы, в Сибири, да, где у них было какое-то жилье, имущество, и где были все-таки свои, они там, как бы, не грозили фунхузы, то есть, китайские партизанские отряды какие-то, или бандитские отряды, так сказать, жизни, более стабильный мир. Советский Союз обещал, так сказать, трудоустройство, учителям и все прочее, я там встречал, не знаю, там, активную мастерицу скаутских отрядов, которая переехала спокойно в 49-м году на территорию Советского Союза, и вот она до конца жизни, я с ней встретился уже в 90-е годы, прожила в Бендерах, в Молдове, так сказать, ну, работала учительница, организовывала пионерские отряды, условно говоря. Вот, духовенство, которым я занимаюсь, из Китая, особенно, но также из Европы, видела, что со своих чахлых, в общем-то, мигрантских приходов, малодоходных, так сказать, они могут переехать в Россию, по их словам, то есть, в Советский Союз, и там получить престижные кафедры и все прочее. Например, был такой очень известный Всеволод Шпиллер, протеерей, вот, который получил древолюционное образование, был русским националистом, там, все, в молодости офицером. Вот он в 50-м году переезжает из Болгарии, ну, уже под Советской, но все-таки, так сказать, самостоятельного иностранного государства в Советский Союз, потому что, ну, в Москве живет его сестра, которая оперная певица, которой он писал письма с просьбой прислать шоколады и чая, ой, шоколада и кофе, которых не было в Болгарии, да, нормального качества. Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР Георгий Карпов, заместительный Председатель Совета Министров СССР Клименту Ворошилову, секретно, 27 июля 1949 года, Шпиллер, Всеволод Дмитриевич, 1902 года рождения, уроженец города Киева, иммигрировал из СССР в Болгарию вместе с остатками Врангельевской армии, в которой он служил. В Болгарии окончил духовную семинарию и богословский факультет Софийского университета. В 1934 году стал священником. В церковных кругах Шпиллер известен как сторонник в движении Болгарской Церкви с Московской Патриархией. Карпов составил этот доклад после обращения Патриарха Алексея I с просьбой разрешить переезд в СССР священнику Всеволоду Шпиллеру вместе с женой и 14-летним сыном. После многих месяцев проволочек Совет Министров просьбу Патриарха удовлетворил. Действительно, он переезжает, получает пост инспектора Московской Духовной Академии. Это такая, как бы, вторая по значимости должность. Позже становится советником водитель внешних церковных связей, получает отличный приход в центре Москвы и, как бы, следующие 50 лет, ну, 40 лет, так сказать, служит в Москве, так сказать, обладая огромной аудиторией. Вот. Так что, я бы сказал, по церковной линии это были исключительно почти истории успеха, когда духовенство и пескопатор ПЦ переселились, да, некоторые были арестованы, некоторым пришлось несколько лет прожить в лагерях, но в итоге все получили значимые должности. Вот. Поэтому действительно мы видим трагические судьбы тех, кто был политически активный и попал в СССР в сталинское время, особенно до войны, так сказать, их истории закончились трагические, но у многих вот там Казимбек был такой, глава молодоросов еще одного политического движения. Вот он в 57-м году переехал в Советский Союз и там до 87-го, что ли, годы работал в Московской Патриархии редактором журнала. Вот. Никто его не тронул, так сказать, он был полностью советский, полностью агентурный, но как бы его история сложилась благополучно. Вот. Поэтому кому как повезло, что называется. Здесь просто речь о том, что человек может очень логично рассчитать собственную траекторию, собственную прибыль и все прочее. Ему может повезти с этими расчетами, а может совсем не повезти. Спасибо вам, Николай, и я обращаюсь к Юле. Теперь сначала я хочу сказать вам, что когда-то мы говорили с Бенедиктом Сорновым по поводу писателей и пришли к выводу вместе с ним, что не было, ну никакой не было гарантии ни в чем. То есть вы могли быть успешным, вы могли быть лояльным, и вас могла ждать очень страшная судьба. То есть вот этот вот вычленить механизм, кто отправится под расстрел, а кто выживет, уцелеет и будет достаточно комфортно себя чувствовать в Советском Союзе, было невозможно для писателей. Были ли другие категории людей, которые вернулись? Вот Николай сказал, что относительно вот церковные служащие все-таки в массе своей выживали. Были ли другие категории вернувшихся, для которых была возможность сказать, что скорее он уцелеет, скорее всего? Или это абсолютно во всем была лотерея? Слушайте, искать логику в действиях советских властей и особенно искать логику в терроре, это абсолютно безнадежное занятие и даже вредное, по-моему. И еще раз повторю, все-таки очень разные судьбы. Кто-то... Есть такая известная такая легенда, что вдвоенные еще годы кто-то в Париже обвинил Оренбурга в том, что он продался большевикам. А мудрый и циничный Оренбург на это спросил, слушайте, а вас когда-нибудь покупали? И я боюсь, что у каждого человека есть точка, и может быть не одна, на которую можно воздействовать, заставить его сделать все, что угодно. Мы знаем массу примеров, как работали агенты спецслужб советских в разных совершенно областях. Мы знаем, например, как возвращался Капица из Оксфорда, потому что он был женат на дочери Академика Крылова, известного кораблестроителя и математика, и письма Академика Крылова к дочери, они опубликованы, а он тоже был человек невероятного ума и редкого цинизма, вообще-то говоря. Я уже сейчас не помню, то ли он ее называет дурой, то ли зять своего придурка, но он пишет буквально, дура, куда ты прешься, куда ты возвращаешься, скажи своему придурку, что здесь делать нечего. Он это пишет, невзирая на цензуру, невзирая ни на что. Тем не менее, они возвращаются. Мы знаем, почему обещана лаборатория, обещана свобода в научных исследованиях и так далее, и так далее. Для человека науки это очень-очень много. Более того, мы ведь знаем, кстати, если говорить о писателях, то относительно благополучной была судьба такого Юрия Слепухина, который, в общем, продолжил в России свою писательскую карьеру, и вроде бы ничего страшного. Мы знаем какие-то отдельные актерские судьбы. Была такая совершенно прекрасная ее. В эмиграции ее называли величайшей актрисой Еленой Полилицкой. Мы ее все знаем по роли старухи-графини в Пиковой даме, вот старой Пиковой даме 60-го года с Олегом Стриженовым. И это потрясающая роль в действительности. Вот она старательно после войны, надо сказать, что она во время войны служила в Вене в театре, потом в Германии. Но вот она поддалась вот этой вот пропаганде. Она просила, умоляла об этом возвращении на родину. Она возвращается, и что удивительно, кстати, она возвращается в Москву. Она служит в театре Вахтанговой. Проблема только в том, что она не играет практически. Понимаете, у нее нет ролей. Что для актрисы, наверное, все-таки очень и очень болезненно. Но, тем не менее, она жива-здорова, ее не помещают ни в лагерь, никуда. Но мы знаем ведь и другие истории. Мы же знаем о том, что люди, в общем, совершенно недобровольно возвращались. Мне, кстати, странно, что у нас появился Лев Корсавин, который никуда не возвращался. Он просто жил в Литве, преподавал в Вильнюсском университете, преподавал и в буржуазной Литве, и преподавал, когда Литва была оккупирована уже немцами, и преподавал, когда Литва была оккупирована с советами, он просто не уехал. И в итоге оказался в лагере, и в лагере и умер. Умнейший человек, блистательнейший философ, и историк, кстати сказать, потому что он огромную историю культуры европейской написал. Мы знаем, например, просто о похищениях. Знаменитый Николай Тимофей Фрисовский, генетик блестящий, который был просто схвачен на улице Берлина в 1945 году, привезен в Россию. Мы знаем судьбу Василия Шульгина, вообще блистательный человек, которого на протяжении всей его жизни шатало политически в самые разные стороны. Он тоже был просто-напросто похищен в Белграде, и об этом мы, правда, знаем не от него самого, а в пересказе Кривошейна, но тем не менее, в один прекрасный момент раздается звонок в его квартиру, на пороге стоит НКВДшник все-таки с букетом цветов и говорит, что он пришел познакомиться с великим человеком, который был свидетелем величайших событий в истории России. Дальше он ничего не помнит, очнулся он на Луганке. Вот такие же истории тоже были, и не могу сказать, что их было там невероятное количество, но они были и достаточно все-таки числа. Уважаемые коллеги, гости и слушатели, как и в прошлой нашей передаче, мы вот говорили сначала о тех, кому удалось вырваться из той Советской России, а потом о тех, кому удалось чудом вырваться уже из настоящей России, так и в этой передаче мы говорили и о тех, кто вернулся в Советский Союз, и сейчас вы услышите сюжет о тех, кто попытался вернуться в современную Россию, уехав ровно по той причине, чем она сейчас занимается, эта современная Россия, давайте послушаем. Певец Шарлотт последний популярный человек, вернувшийся в Россию после начала войны. В июне 23-го он сжег свой паспорт и отказался считать себя русским, а уже 22 ноября его задержали в аэропорту Пулково, Санкт-Петербурга. На певца составили протоколы за дискредитацию армии и порчу паспорта, а также отправили под арест на 13 суток в СИЗО. До сих пор не ясно, что сподвигло Шарлотта вернуться, но уже очевидно, что решение было ошибочным. Не прошло и двух дней, как ему предъявили обвинения в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Последующие две недели добавили еще одну статью о сожжении паспорта. Больше всех такому повороту обрадовалась Екатерина Мизулина. В отношении блогера-русофоба ЛГБТ-препагандиста Шарлотта Следственным управлением Следственного комитета по Самарской области возбуждено три уголовных дела доброй дороги из Питера в Самару. Годом ранее, в июне 22-го, в Россию решил вернуться политик и психолог Леонид Гозман, который покинул страну весной. Сам он мотивировал свое решение так. Мы это сделали не для страны. Мы это сделали для себя. Потому что мы не хотим им подчиняться. Понимаете? Мы не хотим от них бегать. Мы не хотим следовать их правилам игры. Они говорят, вот вы все, кому не нравится, уезжайте. А мы говорим, ребята, да, вы нам не нравитесь, но страна-то наша, вы уезжайте, если вам что-то тут не по душе, а может, как-нибудь здесь останемся. После возвращения Гозману несколько раз пытались намекнуть, что ему пора уезжать обратно. Сначала против него было возбуждено уголовное дело по статье о несообщении о втором гражданстве. Затем и вовсе арест на 15 суток за приравнивание нацистской Германии к Советскому Союзу. За ними новые 15 суток по той же статье. К счастью, ему удалось вновь покинуть страну. Технический директор Любови Соболь Даниэль Холодный вернулся в Россию из Литвы в начале марта 2022 года. 3 марта по его собственному рассказу его задержали по пути на ночевку к другу. Он шел по одному делу с Алексеем Навальным, которого обвиняли в создании экстремистского сообщества. Для Холодного запрашивали 10 лет колонии по статьям об участии в экстремистском сообществе, часть 2, статья 282.1 УК, и его финансирование, часть 2, статья 282.3 УК. Но Даниэль в августе этого года получил 8 лет лишения свободы. Его близкие объясняют его возвращение так. Он не ожидал, что его арестуют, потому что многих бывших сотрудников вводили на допросы, но потом отпускали. Он полагал, что это максимум, что ему светит. Но по какой-то причине следователи решили, что он важнее всех остальных людей. Но почему? Очевидного ответа нет. Сам Алексей Навальный стал первым человеком, вернувшимся в Россию. В отличие от других, зная, что его ждет. Уголовное дело ему было проанонсировано заранее. Вернулся в январе 2021 года. Его возвращение превратилось в ужасный спектакль с задержаниями, протестами и сменой аэропортов. Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгаран контроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, даже не правда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Затем была серия протестов и судов. Сначала Навальному заменили условный срок 3 года 6 месяцев по делу Евроше на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение двух лет и восьми месяцев. Затем суд счел его виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. 4 августа в один день с Даниэлем Холодным Навального приговорили к 19 годам лишения свободы за организацию экстремистского сообщества и призывы к экстремистской деятельности. Иван, вновь обращаясь к вам, видите ли вы что-то общее в мотивации тех, кто возвращался тогда в опасный Советский Союз и в мотивации тех, кто возвращается сейчас в опасную для них Россию? Конечно, люди всегда имеют целый такой набор, букет икебану мотивации для возвращения. И в этом букете политическая мотивация далеко не единственная и далеко не на первом месте. Но если у Алексея Навального безусловно мотивация политическая и это понятно, он претендует на роль политического и государственного деятеля, может быть, самого высокого пошиба. Понятно, что такому человеку сидеть в изгнании при его темпераменте невозможно. Тут на кону вся жизнь, вся его репутация, весь смысл того, что он сделал и собирается сделать. Политическое возвращение Навального я могу только приветствовать. Для него другого пути не было. Иначе он был бы самоуничтожен. Что касается всех остальных, то здесь причина, природа тяги на родину самые разные. Один считает, что эмиграция это болото интеллектуальное, нравственное и историческое. И он отчасти прав. Ничего тут особенного не скажешь. Другое дело, что в России не болото, его ждет тоже болото, но свое. Знаете, кулик свою кочку хвалят. Кто-то возвращается просто от ностальгии, но натурально не могу, застрелюсь, если не увижу вот этот угол дома, вот этот искривление моего родного переулка и не пройдусь вот по этим камням. Третий родители, дети, родственники, одноклассники, язык в конце концов действительно вещь, разделяющая человека и окружающее общество. На родном-то языке говорить приятно, а на каком-нибудь извините иностранном нет, не годится. Ну и тутти-кванти, сколько угодно этих мотиваций, так и сегодняшние возвращенцы, ну а чем они отличаются? Конечно, один по этому, другой по другому. Ни в кого не могу бросить камень ни в остающихся, ни в возвращающихся, каждый случай совершенно конкретный. Другое дело, что если ты знаешь полностью свою судьбу, тогда это немножко нелепо. А кто знает? Спасибо, Иван. Николай, и вам слово, что вы скажете, когда вот вы смотрите и видите, уже это у вас на глазах происходит, что ждет тех, кто вернулись? Что они получили? Да, я спечально смотрю как бы на все это, так сказать, и я, например, совершенно не одобряю возвращение Навального, так сказать, было ясно, что ему удалось спасти жизнь от отравления только вот как бы на условии, что он мигрирует и возвращение назад это не продолжение его карьеры, а это его смерть, как бы, и ничего кроме печали этого меня не вызывает. То же самое касательно других публичных лиц или лиц, которые занимаются технической деятельностью вокруг них, так сказать, все они под угрозой ареста. У меня есть некоторое количество знакомых, которые вернулись, которые не столь известны, так сказать, но вернулись назад там по разным мотивам. К сожалению, деньги заканчиваются, прежде всего, так сказать, главный мотив, и нет никакой западной визовой поддержки. К сожалению, большому, так сказать, запад эту возможность спасти жизни человеческие, судьбы человеческие, так сказать, игнорируют или там крайне создают серьезные препятствия для этого. Но, как бы, и люди не хотят терпеть, ждать, как годами сидеть, так сказать, им проще вернуться назад, так сказать, в знакомый мир. Все, как бы, некоторым вполне, так сказать, продолжает функционировать, и все у них вроде ничего пока. Вот. Ну, как бы, я смотрю на это с грустью и понимаю, что, скажем так, мы узнаем еще очень много печальных и неприятных историй в связи с людьми, которые вернулись назад. Спасибо, Николай. И я также хочу спросить Юлию. Юлия, вы на эти истории возвращения современные смотрите ли вы взглядом историка, ну, с той точки зрения, что ничему там опыт не учит их? Или как-то совсем по-другому вы на это смотрите? Хотелось бы знать, как. Слушайте, ну, опыт вообще никогда никого ничему не учит, как известно. Действительно, у людей есть масса личных каких-то причин. Я уж не говорю там про болезни близких или там просто каких-то престарелых родственников. Ну, миллионы личных причин. Я добавлю еще, простите, пожалуйста, любовь к родным могилам. И для меня, например, очень понятная мотивировка вот в среде русской миграции в Финляндии в 20-е годы появился такое понятие, как петербургский синдром. И вот мне эта ностальгия тоже очень-очень понятна. Поэтому можно упрекать людей в нерациональном поведении, но человек вообще нерациональный существует. Спасибо вам. Да. И мы сейчас предлагаем нашим гостям и зрителям посмотреть опрос, записанный на улицах Москвы. Спрашивали мы москвичей, тянет ли вас домой, когда вы находитесь за границей. Давайте послушаем, что отвечали. Я месяц назад ездила по работе на месяц. Ну, в какой-то момент начинает тянуть. Связанно с тем, в какой-то стране. То есть я вот была в Узбекистане и просто вот мусульманский мир для меня очень далек. И мне было из-за этого, мне кажется, трудно. А вот если бы это была Европа, я думаю, мне было бы намного проще. Ну, то есть как бы просто совершенно другие люди, которые как бы не понимают себя. Трудно договориться о чем-то. Даже когда в гости еду, сюда скучаю. Первые дни не тянет, а потом тянет. Любовь к родине тянет и все. Ну, как-то, конечно, скучаешь это по русскому языку и все такое. Ну, не успеваешь, как говорится. Что там, 10 дней, допустим, 10 дней не успеваешь. Ну, как говорится, без родины никуда. Без родного дома, без семьи никуда. Конечно, тянет, я же деревня. Ну, как приезжаешь в свое село, а там мотоцикл «Урал». Вот заходишь в гараж, ножкой тыркаешь, он заводится, и ты по полю едешь. Знаете, как прекрасно? Вот на речку там с ребятами, девочки в лифчиках, все дела. Тебя тянет? Меня на киборг тянет. Я из другой республики. Я из Дагестана, с Нахачхавой. Приехал сюда на заработки. Ну, пока здесь все устраивает, но все равно домой уже хочется. Там родился, там вырос, там жил. Все привычное, все свое. Поэтому, наверное, по этому человеку тянет. Смотря какие страны, некоторые не хочется возвращаться на родину. Поэтому дело такое. Лично я очень люблю восточное направление. Жил бы там всегда. То есть я к этому и стремлюсь, гипотетически. То есть жить там, на пенсии. Человек привыкает к месту, где он родился, свои родные. То есть это его дом. Лучше свой ищак, чем чужой кон. Поэтому я люблю свою страну, люблю Россию. Ну, конечно, снять на родину. Тут все мои, все мои родные, близкие, финансы, романсы. Ну, вот у меня сестра живет 30 лет во Франции. И когда я ее спрашиваю, тебя тянет на родину, так сказать. Она говорит, меня тянет только к родным. Конечно, я скучаю по родине. Я скучаю по нашим людям, по нашей русской душе. Нет, попробовать пожить. Ну, буквально отдых 14 дней и все. И тянет тогда, как она. Иван, вот вам слово. Во-первых, по поводу этого вопроса возникли какие-то опросы, мысли, что, ну, может быть, какие-то оптимистичные, светлые. Но вопрос лирический. Какой на это можно дать ответ? Могу только дать лирический. Я 35 лет уехал из России. Я уехал во Францию. Я живал там-сям. Потом я, кстати, вернулся. Я вернулся в 93-м году, когда все, так сказать, русские акции, в кавычках, в Париже закончились. Закрылась Радио Свобода, где я подрабатывал, закрылся еженедельник «Русская мысль», где я работал корректором, немножко редактором и постоянно, почти в каждом номере, автором. Все это в определенной степени сформировало мои представления о том, как можно профессионально выживать за границей. Я был очень доволен, а потом наступил голод. А я кормил четверых, включая себя. И что я могу сделать? Я объезжал Париж, иногда у меня было пять уроков русского языка в день каким-то француженкам, которые хотели в Москву или там лучше понимать своего мужа, что он там себе бормочет под нос, добиться этого и так далее. И я понял, что я просто прожигаю свою жизнь, на что, ради каких-то там горстки этих франков. Нет. Я плюнул, я вернулся. А как только я вернулся, я получил предложение работать на радио Свобода и я уехал уже на этот раз в Прагу. Поэтому я побывал в этой шкуре и в новой России, России возвращения, России покидания и так далее. Один эмигрант, Алик Гинсбург, Александр Ильич Гинсбург, знаменитый диссидент правозащитник и замглавного редактора «Русской мысли», где я работал, однажды сказал очень интересную фразу, я ее запомнил на всю жизнь. У эмиграции нет второго поколения. У эмиграции есть дети, а поколения нет. Это чужие люди. Ну, разве что ты со своим ребенком уехал, когда ему 25. Тогда он навсегда русский. Моя дочка была достаточно взрослая, когда я ее увез, она абсолютно русская навсегда. Это совершенно понятно. При том, что она прижилась и во французской культуре, и в чешской культуре. Но на самом деле для писателя, для литератора это очень неприятная травма. Твой ребенок перестает воспринимать русское как главное родное. Я уже, может быть, рассказывал эту историю. Я привез своего внука первый раз в Россию, когда ему было 10 лет. так получилось. Не было возможности и денег путешествовать всем вместе. 10 лет ему было. Я привез его в Москву. Гуляем по Москве. Остановились. Я специально не говорил, куда я его подвел. Ну, чтобы не навязывать... А я знаю, куда вы его подвели. К сугробу. Нет. Практически. Практически. Сугроба с большой буквы. Я подвел его к входу в музей Алексея Толстого, где висела мемориальная доска. Но он лопок десятилетний смотрит по сторонам и говорит, а что мы остановились? А я ему глазами так раз на эту доску. И он так тоже глазами раз чуть сощурился, вчитался и говорит, а это твой это мой, а не его. Да, Иван, я все-таки хочу спросить вас вот о чем вас троих. Формально год дракона еще не наступил. Он по китайскому календарю наступит 10 февраля 24-го года, но люди уже вовсю вешали свои квартиры этими дракончиками, поставили плюшевых, фарфоровых, самых разных. Что вы, уважаемые гости, ждете, чего вы ждете для дракона от этого года? Он уйдет, как в фильме Шварца, он останется навсегда. Вот, Иван, вам первому слову. Дракоша прибудет всегда, сколько ему головы не отрубай, на то он и дракон, все совершенно нормально. Самое главное, одну из голов отрубить, мне так кажется. Может, это наивно, что в этой голове все дело, но мне кажется, знаете, вот есть такие опасения, все время я их слушаю, а ты что? Считаешь, что если придут другие вместо вот этой головы, всем понятной, то будет лучше. Они, знаешь, какие могут быть? Да, они могут быть в каком-то смысле и хуже, но война против Украины и сегодняшний политический момент, мне кажется, обусловлен, мотивирован этим человеком, этой головой, этим характером и его психологическим устройством. Другая голова будет мотивирована немножко другими вещами. Да, будет воровство, корыстолюбие, все грехи останутся прежними, но немножечко эта галька на песке будет перевернута и рисунок будет другим. И я абсолютно уверен, что никакой Крым, никакая восточная Украина, никакая вообще в целом Украина не нужна будет другим головам. Хотя они будут, может быть, омерзительные, но мир переменится. И я хочу выпить, так сказать, если не за дракона, то за то, чтобы кое-что кое у кого отпало бы навсегда. Спасибо. Спасибо, Иван. Думаю, вас поддержат в этом многие. И, Николай, вам слово. Вы считаете, чем этот год, как ваш прогноз, исторически закончится для дракона. Он... Что с ним будет? Ну, я вот недавно буквально вспоминал песню Семена Слепакова «Вот приходит Новый год», так сказать, там это самое... Начинается с того, что будет все наоборот, но, в общем, заканчивается тем, что это был тяжелый год. Вот. К сожалению, нет у меня оптимизма, так сказать, очень бы хотел им поделиться. Ну, боюсь, что в конце следующего года мы будем вести еще такие же разговоры примерно в такой же тональности, которую видим сейчас. Спасибо. Хотелось бы всем нам перемен пожелать, но как бы... Николай, спасибо. У меня последняя надежда на Юлию осталась. Юлия, вот что вы все-таки... Ну, есть ли у вас надежда на то, что этот дракон не вечен? Слушайте, я понимаю, что мы все живем в парадигме шварцевской пьесы «Убить дракона», и он, конечно, не вечен. Когда-нибудь его ждет конец, безусловно. Надежды на ближайший год у меня нет, но есть скорее такие пожелания, потому что все-таки в восточной культуре это знак прекрасный, он такой блистательный, свободный, он переменчивый. вот я все-таки за перемену оптимизма не имею. Знаете, вот такой есть известный девиз эпохи возрождения «Надежда на страну». Спасибо. Ну, есть надежда, а особенно есть вера. Будем верить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова